Всем привет! Это СДРАЙВ ТВ и сегодня мы знакомимся с полноприводным джили атласом Напомню, переднеприводный атлас мы сравнивали и делали обзор на тот автомобиль А что касается полноприводного, то мы оценим его проходимость, способность преодолевать диагроналку И заодно измерим разгонную динамику Так, оценим качество работы системы стабилизации на полноприводном джили атлас Напомню 60 км в час и сымитирую объезд препятствий Надо сказать, система стабилизации работает практически невидимо, неощутимо, незримо Не слышно, как срабатывают тормозные механизмы, которые тут точно прикусывают колеса Тем не менее, первый момент, когда я обижал препятствия, возник небольшой занос И я машинально начал его корректировать Это при том, что система стабилизации работала Обычно на автомобилях с полностью активной системой стабилизации Даже намека на занос не возникает, не происходит Теперь систему стабилизации отключу Сделать это нужно долгим нажатием кнопки включения стабилизации На панели загорается оранжевая лампочка Офф, с надписью Офф И это значит, что никакие активные помощники со стороны тормозной системы автомобиля не работают Не будут нам помогать Смотрите, так, опять разгонюсь до 60 км в час Ну да, вот уже занос такой пошел глубже Может быть, он слегка жестковато развился Но кормой машина начала нести так плавно, аккуратненько Вообще нет никакой тенденции такой опасной, неприятной к тому, что машина хочет развернуться Надо сказать, что при таком активном рулении шасси Джили Атлас радует надежностью, безопасностью, какой-то прозрачностью своих намерений, своих маневров Какой-то спортивного азарта тут по-прежнему не ощущается Подвеска очень так плавно и стоически отрабатывает все эти дела с кренами Так, без работающей системы стабилизации все-таки такие заносики развиваются Но они не опасны, но опять же водитель должен быть готов к таким вещам И выключая систему стабилизации на скоростной дороге Он должен обладать хорошими навыками стабилизации заноса Так, измеряем разгонную динамику И пошел Джили Чувствуется, что как будто даже пробуксовочка была из-за дня Ось подключилась 2, 72, 82, по цифровому скотометру Итак, 12,8 секунды Это разгон до 100 км в час В салоне 2 человека Это полноприводный Джили Атлас Ну и второй заезд 40, 50, 60 На четвертой передаче такая тяга, велостичность мотора пропадает А тут 13 секунд В общем, 12,8-13 секунд 2 человека в салоне Такова разгонная динамика 2,4-литрового полноприводного Джили Атлас Да, наверняка кто-то в комментариях заметит, что машина не обкатана Но честно скажу, что вчера ее уже так обкатывали, что нет слов Ну, в общем, когда этот тестовый экземпляр проедет 5000 км Мы вернемся к замерам разгонной динамики И проверим, изменилось ли что-нибудь Стал ли он резвее Хотя, тут, когда мы говорим о разгоне до 100 км в час в порядке 13 секунд То, я не знаю, тут уже даже если секунды улучшения мы намеряем То большой разницы этой иметься не будет Я просто так читаю Тестовый полноприводный Джили Атлас у нас в комплектации побогаче Здесь уже мягкий пластик интерьера Вот здесь он мягкий, имитация прострочки Здесь вот какой-то совсем мягкий Такой а-ля дерматин на козырьке панели приборов Такая на шлепочке сделана, на шивочке Цифровая панель приборов, конечно Все это, ну, не то что кардинально изменяет и улучшает впечатление от Джили Атлас Но просто уже понимаешь, что тут, как бы, деньги заплачены совсем не зря И в машине есть такие вещи, которым иные удивятся Есть несколько дополнительных кнопочек В частности, кнопки эко и спорт Да, каких-то там кардинальных изменений в характер автомобиля Нажатия той или иной клавиши не вносит В режиме спорт коробка тут же переключается на одну передачу вниз То есть, ехали по трассе на шестой, едем теперь на пятой И, как бы, субъективно, да, это улучшает разгонную динамику Но, опять же, вот, чтобы ускориться в таком режиме на трассе Я нажал педаль акселератора не до упора И автомат переключился на четвертую передачу То есть, ну, не знаю Такой режим спорт очень мягкий Я скажу, например, в немецких автомобилях несколько лет назад Когда ты включал режим спорт, она там забывала про 2-3 передачи На трассе даже была готова ехать на третьей передаче И тогда, да, действительно, мотор в тонусе Жужжал и машина ревела А вот сейчас режим спорт мне нужно ускориться Автомат задумался Переключился с пятой передачи еще на четвертую И поехали Да, ну, скажу, что это удобно может быть на узких однополосных шоссе Когда нет времени там и желания пользоваться ручным режимом А нужно чуть-чуть сократить время для переключения вниз Чтобы более оперативно выходить на обгон и на опережение Ну, и вот сейчас kickdown в режиме спорт Переключилась То есть, такая хорошая все-таки секундная пауза в переключениях вниз присутствует И для сравнения режим эко Ключу, ну, то же самое Еду 80 км в час Педаль в пол Ну, пауза подольше Где-то, значит, секунда Секунды-полторы точно Ближе к двум секундам В плане разгонной динамики ничего не меняется Потому что в обоих случаях Что в эко, что в спорте При kickdown Отклик двигателя одинаковый Не изменяется То есть не становится не хуже в эко режиме Не становится быстрее в спортивном режиме Ну, и вот заодно Сделаем такой практический тест Насколько ошибается цифровой спидометр автомобиля Geli То есть по спидометру на круизе Я еду со скоростью 100 км в час А V-Box показывает 97,7 км в час То есть грешность на самом деле небольшая Порой мы сталкиваемся с тем, что погрешность составляет 5% То есть спидометр в ряд в большую сторону на 5% У Geli Atlas Вот эта вот сознательная ошибочка Вообще минимальная Порядка 2 км в час Редко такое встречается Поэтому обращу внимание Пульт круиз-контроля Значит, для того, чтобы поправить скорость на 1 км в час Нужно нажимать вот Расположенный у спицы барашек При этом тут есть кнопочки Напоминающие клавиши Как бы управление громкостью на магнитоле На самом деле они не громкостью управляют А добавляют к текущей скорости Движения на круиз-контроле Сразу по 10 км в час Друзья, мы выяснили, что у Geli Atlas сломается в первую очередь В комментариях вы уже написали, что это будет двигатель, кузов, там полный привод, подвеска Но нет Первым сломается вот такая маленькая, но коварная деталь Это крышечка вот этого подлокотника Как мы знаем, в базовых комплектациях подлокотника нет Более дорогих она есть И черт возьми, вот эта крышечка Она, ну вот Ты не хочешь ее открыть, она открывается И получается, когда много людей, например, вчера эту машину тестировали Многие попадались, открывали ее И вот ты как бы открыл, повернулся, куда-то развернулся И вот уже потом машина начинает ее задевать И я думаю, вот она выломается в первую очередь Надо какой-то фиксатор здесь более убедительный сделать Чтобы владельцев люксовых, да, Geli Atlas не постигло такое разочарование Ну и вот едем на внедорожный участок По грунтовой дороге с обилием ям Честно говоря, на какой-то там другой машине я буду Тащился еле-еле, объезжал ямки А вот на Geli Atlas еду со сбросивью 50 километров в час И подвеска очень хорошо отрабатывает все эти неровности Без ударов, без страшных толчков, без страшной тряски Слегка такое бубнение раздается от колес, которые попадают в такие ямки Количество которых тут очень велико И сами ямки такого калибра, что и как бы и ехать по немедленно, как-то неудобно И быстро ехать уже машину колбасит Вот, больше ямок Нет, Geli Atlas вообще молодец Хорошо держит удар И вот такая вот разбитая грунтовка вообще не напрягает Теперь наша любимая диагоналочка Канава очень суровая, глубокая Заодно проверим, как работает полный привод И оценим геометрические параметры кузова Кузова Geli Atlas Надо сказать, пока съезжаешь, очень удобно управлять тягой Машина съезжает, парктроники пищат Вот, значит, вывесилась машина Висит на месте, возобновляет движение Без проблем С первого касания акселератора Geli Atlas Начинает двигаться Продолжаю ехать дальше Крен хороший Кузов на удивление проходит с запасом То есть ни передний, ни задний бампер Даже и не думают цепляться за рельеф Вообще Удивительно Вот просто первое касание акселератора Geli Atlas едет Вот сейчас вот Буксует Держим газ Плавненько обороты в районе полутора тысяч Давай, вот алгоритм управления пробуксовками Контроля пробуксовок заменился Geli Atlas продвигается вперед Так что тут на самом деле все адекватно Все хорошо И Geli Atlas это, слушайте, это такой внедорожник Причем с какой стороны к нему не подойдет То есть из геометрии кузова все нормально И с энергоемкостью подвесок полный порядок И систему управления полным приводом Да, по сути легковая Самая простая, самая распространенная на сегодняшний день Работает просто замечательно Так, заодно проверим жесткость кузова Надежно ли и прочно ли сварен Geli Atlas в Беларуси Да, вообще без проблем Даже благородный такой шлепок по-прежнему раздается Ну и самый широченный проем задней двери Открылся без проблем Ну вы сами все видите, так что жесткостью тут никаких проблем нету Так, внедорожное испытание Geli Atlas Буду ехать сторонно, потому что весь этот песок замерз И тут порой можно так качнуться, что что-нибудь ударить, пробить Тем более, что штатная защита картера двигателя у Geli Atlas Это просто пластиковый лист Такой совсем неубедительный Он только если что от грязи защищает Ну что, Geli Atlas на самом деле очень уверенно движется Уверенность в первую очередь придает то, что Отлики на акселератор у него очень адекватные То есть нажал педаль И буквально через полсекунды начинаются активные действия электроники Вот даже на такой вот подъемчик, крутоватый Без предварительного разгона Просто утопив акселератор в пол Geli Atlas буквально взмывает вверх Опять же, вот этот весь песок смерзшийся Подвеска отрабатывает нормально Да, и так есть качка Но это не удары И машина вообще не напрягается Ударов каких-то страшных нету Вот снова поднимаемся Газпол, машина быстро отреагировала Поднялась Все какие-то особо пробуксовок не чувствую Пульсок твердый сегодня Очень твердый Так что Как будто по трамвайной влезь едем Еще вверх, газпол Все, Atlas поднимается С минимальными пробуксовками Едет достойно Такому жалко его, да Поперек этих всех Это я ехал с полностью включенной Антипробуксовочной системой Интересно, что будет, если ее выключить То же самое выключается по тому же рецепту Как ESP и вместе с ESP Коррект пиктограммка Офф Вот сейчас Начал буксовать На самом деле На эффективности движения Это никак не сказывается Вообще без проблем Кстати, вот так вот смело и нагло ездить по бездорожью Очень помогает Очень легкий по ощущениям руль То есть вообще нет, не нужно напрягаться Баранку можно крутить буквально Вот держаю двумя пальцами Вообще легкость такая Главное ощущение Джили Атлас при езде и по бездорожью И по дорогам общего пользования Машина в принципе Вообще не заставляет водителя Напрягаться Здесь вот эти вот Как будто рельсы переезжаю Смотрите, прет Вообще едет Абсолютно без проблем Какое-то хорошее ощущение Очень благородного, современного Председательского УАЗика От этого Джили Ездишь с комфортом вообще Едешь куда хочешь Всюду он готов довезти тебя С УАЗиком я его сравнил Только в плане проходимости То есть реально Куда глаза глядят Туда и можно ехать Крайне мере пока тут нету каких-то Препятствий размером с автомобилем Ладно, с колесом автомобиля В салон молчит никаких скрипов Полный порядок Прямо удивительно Что могу сказать Проходимость Джили Атлас впечатляет То есть у автомобиля есть все Для того, чтобы называться Не просто кроссовером А внедорожником То есть и полный привод Работает прекрасно И геометрическая проходимость А также клиренса хватает за глаза Ну и подвеска держит удар Так что для каких-то там Суровых условий эксплуатации Не только на плохих дорогах Но и в их отсутствии Джили Атлас Подходит наилучшим образом Также как достоинство Отмечу тот момент Что муфта подключения Задней оси У Джили Атлас Вообще не перегревается Это не первый день Испытания полноприводной машины То есть и вчера и сегодня Она вела себя наилучшим образом А если вы Постоянный зритель нашего канала Вы знаете, что в этом карьере У нас застревал не один кроссовер Субтитры сделал DimaTorzok